Время добрых дел работники ТО Касфортис навестили одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Они отнесли им продуктовые пакеты. Всего около 50 наборов. Руководство предприятия отмечает, что так нуждающиеся будут чувствовать поддержку своих соотечественников в непростой, особенно для пожилых людей, период пандемии. О благотворительности и благодарности наш следующий сюжет. Галина Петрова была в рядах тех, кто самоотверженно ковал победу в тылу Великой Отечественной. Всегда стойко переносит все жизненные испытания и трудности, рассказывает ветеран труда. Жаловаться не привыкла даже на здоровье, которое в последнее время немного подводит. Три месяца назад Галина Николаевна упала и сломала тазобедренную кость, теперь прикована к постели. Потому гостям очень рада, тем более, когда они с такими подарками. Это ТО Касфортис и семья Карапетян помогает пожилым, одиноким людям. Это все вам. Большое спасибо вам. Большое спасибо. От всей души я. Я очень довольна. Как, я только не знаю, получилось. Как вы все узнали и пришли ко мне. И такие хорошие молодые ребятки. Спасибо вам большое. Дай Бог вам всего хорошего, доброго. Продуктовый набор вручили в этот день и супругам Каскеевым. Пенсионеры из-за пандемии коронавируса из дома не выходят. Говорят, лучше не рисковать, особенно в преклонном возрасте. Мне 88 лет, а моей супруге 85. Спасибо большое ребятам за помощь пенсионерам. Пусть будут здоровы. Главное сейчас беречь себя и родных. Спасибо большое. Нам очень приятно, что про нас не забывают. Пакеты такие большие принесли. Еще и прямо домой. Даже не знаю, как благодарить. Не выходит из дома и 81-летняя Тамара Тум. Подводят ноги, да и зрение уже не такое, как в молодости. Говорит, вниманием ее не обделяют. В преддверии праздников приносят продукты. Но получить их в обычный день оказалось еще приятнее. Спасибо вам. Все самое главное. Настроение поднимаем сами себе. Все будет хорошо. За день работники ТО Косфортиз объехали порядка 50 адресов. Многие бабушки и дедушки дверь открывали неохотно. Боялись. Тем более навещали в этот день одиноко проживающих. Пришлось оставить у соседей несколько пакетов. В них помимо круп, сахара, масла и чая есть и сладости. Чтобы даже сидя дома настроение было отличным. ТО Косфортиз занимается дорожно-строительными работами. Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса работу пришлось приостановить. Но без дела здесь сидеть не привыкли. Мы хотим, чтобы люди в нашей стране знали, что они не одиноки. И не только государство, но и мы, бизнесмены, заботимся и помогаем нашим согражданам. Это обычное для нас дело. Мы, ТО Косфортиз и семья Карапетян, обычно каждый год занимаемся благотворительностью. В прошлом году мы потратили около 7 миллионов. Мы построили дорогу въезд к церкви. Также мы помогали ребенку больному. А на продуктовые пакеты для инвалидов и одиноко проживающих потратили 400 тысяч тенге. Руководство предприятия говорит, что это не последняя их благотворительная акция. Агири Мукашева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.